Мы будем благословлять, наша церковь растет, у нас появляются новые лидеры. И мы хотели представить слово нашему пастору Андрею Ли, он у нас ответственный за развитие домашнего служения. Мы будем сегодня молиться, благословлять новых лидеров домашнего служения. И мы попросили его немножко напутственно напомнить, что это не погоны, а это ответственность прежде всего. Добрый день, дорогая церковь. Аллилуйя. Я бы хотел, наверное, пригласить тех, за кого мы будем молиться сразу. Можно, да? За кого мы сегодня молимся? Выходите сюда. Пусть все на вас посмотрят. Не стесняйся, Павел. Да, вот, дорогая церковь, можете посмотреть, полюбоваться. Это наши новые лидеры, которые родились из нашего молодежного служения, из нашей молодежной домашней церкви. И мы хотели бы сейчас помолиться и благословить их на это служение. И при лицом церкви хочется сказать, что они прошли это испытание, прошли этот рост духовный от рядового члена домашней церкви до лидеров. Да, вот такая вот приятная метаморфоза произошла с ними. Слава Богу, это не может нас не радовать. И буквально два слова об их функциях, об их ответственности, о том, к чему они призваны. Все они знают, как происходит это служение, цель этого служения. И мне очень радостно, что вы стали лидерами. Это значит, что вы стали настоящими учениками Иисуса Христа. Аминь? Аминь. И цель наших домашних служений – это рождать учеников Иисуса Христа. Делать их, первое – это спасти душу человека. И второе – сделать его учеником Иисуса Христа. Пусть эта цель, эта задача, эта функция, которую призвал нас Иисус Христос, она будет у вас как главная цель в вашем служении. Пусть ваше служение будет наполнено любовью, мудростью. Я знаю, что они уже не только готовят слово, не только готовят какие-то духовные вещи, учат свою молодежь, но и очень вкусно готовят. Что тоже в нашем служении немаловажно. Да, потому что если мы читаем Евангелие, как Иисус учил. Сначала Он кормил людей, кормил учеников. Только после этого Он давал какие-то притчи. Поэтому этот принцип на наших домашках, он сохраняется. Как ты четко подметил. Ну, конечно, кроме регалий и какого-то духовного сана, мы должны тоже понимать и вы, что у вас есть огромная ответственность за то, что вы делаете, за то, что вы говорите, за то, что вы думаете, что вы думаете. Что все это имеет большие последствия. Поэтому, чтобы это служение у вас было наполнено серьезностью, большой такой ответственностью. В то же время пусть это не давит на вас. Также в свободе, в легкости, в присутствии Иисуса Христа, с Его помощью, со Святым Духом вы несете это служение. Вы уже все знаете. Теперь на практике это только применять. И пусть через вас, через ваше служение, родится много учеников Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы помолимся. Пастор Роман, не хотите присоединиться тоже? Это было бы справедливо, да? Потому что они все-таки родились в вашей домашке. Давайте мы прострем руки, помолимся и благословим их. Другой великий Господь, мы благодарим тебя сейчас за лидеров следующей домашней церкви, за Павла, за Дарью Господь. А в общем, мы просим тебя, дай им, пожалуйста, дерзновение в полноте исполнять то призвание, которому они призваны Божьим. Господь, это не дополнительные погоны Божьи, но как ты учил, кто хочет быть большим, кто хочет быть господином, кто хочет быть царем, пусть будет слугой. Иисус, ты учишь нас служить другим. Господь, ты сам показал, как быть рабом, как быть слугой для других. Божий Святый, пусть этот пример будет для нас путеводителем. Господь, пусть этот пример стоит у нас перед глазами, когда мы будем нести Твое служение. Где бы они ни находились, Боже, пусть всегда будет Твое благоволение на них. В церкви, дома, на работе, Господь, просто свети через них, пусть они светятся Твоим цветом, пусть они несут Твою истину, Боже. Помоги им пройти через все испытания. Помоги им, Господь, укрепиться, Боже, в этом служении, в этом движении, Господь. Пусть та метаморфоза, которая произошла в них, Боже, пусть она только укрепляет их крылья, пусть укрепляет их стопы, Господь, укрепляет их дух, их голос, Боже. Провозглашай через них, говори, служи, Боже, спасай. Прилагай, пожалуйста, тех ребят, кто нуждается в Твоем спасении, кто нуждается в Твоем откровении, в Твоих прикосновениях, Боже. Аллилуйя, Боже. Пусть через них изливаются просто огромные, большие реки живой воды Твоей любви, Господь. Пусть через них протекает Твой свет, Господь. Помоги им светить этому миру и видеть, чтобы весь мир видел в них живого и воскресшего Иисуса Христа, преображая, пожалуйста, их характер в характер Иисуса Божия. Помоги им приобретать те черты, которые есть у Тебя, Иисус. Пусть через их служение родится много-много учеников Иисуса Христа Божия. Пусть они в полноте исполняют Твое предназначение. За все Тебя благодарим, Господь. Молимся во имя Иисуса Христа. И народ Божий скажет. Аминь. Поздравляем вас. Да, хотели бы пригласить еще сюда нашу драгоценную сестру, ученицу, студентку, студентку Московской Духовной Академии Оксану Володину. Давайте поприветствуем. Спасибо большое за эту честь. Все мы знаем, Оксану, да? Что это действительно в нашей церкви, это руки, это руки, это ноги, это сердце. Практически ни одно служение не обходится без Оксаны. Да? Аминь? Да. То есть в медиаслужении Оксана, в прославлении Оксана, переводит проповеди Оксана, проповедует Оксана, моет полы в церкви, тоже Оксана, и участвует еще и в молодежном служении тоже Оксана. Поэтому, Оксан, ну ты прям вездесущая, как у тебя только две руки и две ноги, но ты все успеваешь, ты молодец. Вот, мы сегодня хотели бы благословить Оксану, помолиться ее и, как бы, ну, не знаю, назначить, наверное, да, или поручить, или попросить быть ответственной за зал богослужений. Правильно? Да. Это... Да, мы позже согласуем все коммуникации, которые ты должна осуществлять будешь, вот, но это не только, скажем так, обязанности, но и почетное такое звание, да. Поэтому, церковь, теперь давайте мы к Оксане будем относиться с еще большим уважением и любовью. Аминь. Потому что, действительно, она делает очень много. Вот сейчас вот без шуток, да, она действительно, вот, как, не знаю, кровь или мотор, да, в нашей церкви, да. То есть все движется через Оксану. Вот. И, несмотря на это, она остается очень скромной, кроткой, смиренной. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся за нее. Дорогой Господь, мы сейчас также благодарим Тебя за нашу сестру драгоценную Оксану Володину, Боже. Господь, мы доверяем ее в Твои руки, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил ее на это служение. Дай ей, пожалуйста, смелости, дай ей, пожалуйста, мудрости, Господь, правильно нести служение во имя Иисуса Христа. Господь, наполни, пожалуйста, ее своими полномочиями, Господь, ответственностью. Боже, давай ей, пожалуйста, мудрости, сам веди, Господь, направляй, как правильно нести это служение, Боже. Дай нам, пожалуйста, послушание, также быть в послушании Оксане по этим вопросам, Господь, касаемо зала богослужения, Господь. Боже Святый, пусть через нее является Твоя слава, Твоя сила, пусть приходит Твой Божий порядок, Господь, потому что Ты не Бог не устройства, но Бог порядка, Господь. Помоги нам учиться у Оксаны через Оксану, Господь, этому порядку, Боже. Помоги нам дисциплинироваться, Господь, через это. Помоги нам быть настоящим образцом, Господь, для всех окружающих и всего мира. За все Тебе благодарим, Господь. Еще и еще раз молим о Твоем благословении для Оксаны, Господь. Веди ее, держи в своей руке. Мы отдаем все в руки Твоей, Господь. Молимся с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа. И церковь скажет Аминь. Поздравляю, Оксана. У нас, знаете, еще мы уже за Эдди молились, да? Все, да. Да. Я Андрею говорила, не уходи, да. У нас есть домашнее собрание, да, домашняя церковь, которая назвала себя Сирия, потому что они решили молиться за миссионера, который отправляется в Сирию, да. И они хотят, ну, по мере возможности периодически собирать какие-то деньги, финансы для того, чтобы поддерживать Эдди. Поэтому, Эдди, давай, ты уже второй раз выходишь на молитву. Третий раз. Аллилуйя, еще раз, дорогая церковь. Кто-нибудь из домашки хочет поучаствовать, выйти? А где домашки? Вот. Кто с нашей домашки еще? Вот. 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 Еще семья Чащиных, но они заболели. Дорогой брат Эдди, да, мы, наше домашнее собрание называется Сирия, в честь вот путешествия, мы верим, очередное путешествие апостола Эдди. Вот. Книга Деяния продолжает свое написание через тебя. Вот. И мы хотели бы вот благословить тебя, вот, сейчас вот сестра Саша помолится за тебя, благословит, но в этом конверте пусть небольшая сумма денег, вот, но здесь это частичка наших сердец, да, это наша любовь к тебе, почитание, уважение, и вот, и пусть эти деньги послужат тебе на распространение Божьего Царства, твою евангелизацию, твое служение, да, пусть они преомножаются и пригодятся там, где они необходимы, Эдди. Вот. А сейчас Саша помолится и благословит. Слава тебе, Господь, благодарим тебя за то, что ты, Господь, все ведешь, ты держишь все в своей руке, и мы верим, Господь, что это твой план, и что это путешествие, оно все под твоим контролем. Пусть Дух Святой наполняет и переполняет Эдди, чтобы он был в силе Святого Духа, чтобы он имел мудрость, Господь, чтобы он имел слово знания для каких-то людей, чтобы у него было сверхъестественные дары Святого Духа, говорение на арабском языке, Господь, чтобы люди, которые будут соприкасаться с ним, чтобы они понимали, чтобы они слышали тебя через Эдди. Ты помазываешь его, я верю, и мы благословляем его служение там во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, Господь, Сирию, благословляем всех людей, которые там находятся, всех миссионеров, которые там находятся. Укрепи их в силе Святого Духа, Господь. Пусть все двери будут открыты, те, которые нужны, Господь, веди, сопровождая во всем во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, эти финансы действительно будут приумножены и пойдут на то, что Ты хочешь, Господь. Пусть это будет наша частичка, нашего сердца с Эдди там, Господь. Мы благодарим Тебя и славим, Господь. Мы благословляем это служение во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давай на русский. Давай. Давай, период. Искам да благодаря на семейство си. Хочу поблагодарить свою семью. На новата пасторща. А, не, не, не. На водачна группа. Още не, да. Още не. И в бъдеще-то вечер. Така. От последните няколко дни, на две думи само искам да кажу, имам и время. Есть немножко времени, вот за последние несколько дней. Господь, вижу сам, как мы готовим за това нечто. Вижу, как Господь меня готовит к этому. И, может, какое-то время назад мы шутили про апостола, но я молюсь об этом служении. Я уже годами молюсь за апостольское служение. И, если прочтем чуть-чуть, что Павел говорит об апостолах, основные вещи это, что тебе должна быть личная встреча с Иисусом, чтобы ты увидел чудеса и знамения в служении, и чтобы Господь отправлял тебя организовывать церкви, проповедовать слово везде, где бы то ни было. Моя молитва, это когда я поеду в Сирию, увидеть, как мертвый воскреснет. Не потому, что я не верю, что Господь есть. Потому что я говорю на арабском так, как вы, наверное, на китайском говорите. Это хорошее чувство юмора. За какого става вопроса? А чем я вообще говорю? Вчера ма поканяха в едно семейство. Вчера меня пригласили в одну семью. Да гоним демон. Что мы изгоняли демона. Три дни постихме за это. Мы три дня постились за это. И мучите, които ми помагат в служението в затвора. И мужчины, которые мне помогают в служение в тюрьме. Мучидахме в този дом. Мы пошли в это дом. И обстановка была действительно тяжелая обстановка была. Знаете ли, трябва да имаме мудрость. Много е лесно да крещиш и да викаш в името Иисус. Очень легко кричать, орать имя Иисус. Но преди всичко я вярвам, че любовта е номер едно. Но перед всем я верю, что любовь это номер один. И вчера мы не изгоняли демонов. А просто обичахме. А мы любили. И беше много сил. И было очень сильно. И трябва да и кае, че влязахме в дом на така. Хочу сказать, что мы вошли в дом печали. А когда мы уходили, была радость. И это была Божья мудрость. Которую Бог мне дал. Чтобы мы победили зло. Что я хочу сказать? Все для Божьей славы мы ничего не сделали. Не уйдем до сабия с хора в Сирии или в Ирак. Я не иду драться с людьми в Сирии или Ирак. Удавна только променив в голове, что не трябва сабия с хората. Я уже давно изменил это в своей голове, что я должен не с людьми драться. И благодаря Оксану за 10 пунктов, которые были. И я тоже сравнил себя и увидел, что есть много изменений, не только ты. Иначе мы не были бы здесь на земле. Хочу сказать, что я еду с полным убеждением. Любовь, которую я здесь получил. Финансы ваши. И Божья сила. Они меня ведут туда. И я верю и говорю, что у меня уже нет терпения туда поехать. Семейство ми дескать на рожден ден в Руси и се извинявят, че не са тук. Моя семья сегодня на дни рождения в Руси и не извиняется, что их здесь нет. И искам да ви кажу, че много важно семейство ви да подкрепи в това, кое вършите за Бога. Но хочу вам сказать, что очень важно, чтобы ваша семья вас поддерживала в том, что вы делаете для Бога. То, что я здесь увидел сегодня на службе, на служение. Пак е отговор до Бога за това, какво ще се случи там, къде ма исправят. Это еще один ответ, что случится там, куда Господь меня отправляет. Ще видят червей, ще видят гусеницы. Я вижу червей, гусениц. И те ще се обърнат в пеперои. И они обратятся в бабочек. И това ми го казва еврей. И это вам еврейково говорит. Трябва да соберва на това речь. Шучу, извините. Шучу, извините. Аз ви благодарю за силата, която ми давате. Я вас благодарю за силу, которую вы мне даете. На лист в следующий час, я сам человек. Вы тоже вспоминаете, что я человек. Не го вспоминаем честно, но тази година правила 67 години. Я редко это говорю, но в этом году мне исполнится 67. Но я все равно говорю, что чувствую себя как на 35. И това е Божья сила. Искам да ви кажу, че не имам терпение. Когато се върну, аз вярвам, че там ще имаме церкви. И аз виждам, Оксана, аз за тебе, когато се молихме, усетих, ти же бееш миссионерка. И я, когато му молили за Оксану, я почувствовала, что Оксана будет миссионеркой. Защо? Защото тя прави всичко. Потому что она делает все. За да знай, как става една церква някъде там, далече. И чтобы знать, как все происходит в церкви где-то там, далеко. И аз вярвам, че не трябва да се страхуваме. Я верю, что у нас не должна быть страха. Защото това, което каза и пастора. Потому что то, что сказал и пастор. Посланието к годината. Послание к году. Я тоже в это верю. Я верю, что я живу в последние секунды последних дней. И то, что сегодня мы сделаем, завтра у него будет значение. И, в същност, има и лошата новина. Есть и плохая новость. Ако нищо не направиш днес, если ты ничего не сделаешь сегодня, завтра услышишь, махнете се от меня, не ви познавам. Отойдите от меня, я вас не знаю. Я вас вдохновляю, чтобы вы прыгнули и действовали. Посмотрите, только один старик. А я все равно иду и бросаюсь. А еще больше вы молодые. Благодарю. Спасибо вам. Благодарю. Богослови. Благодарю. Благодарю.